Редактор украинского издания Вести Ирина Дождева о том, что на самом деле представляет из себя бывший комик Вова Зеленский, оказавшийся в кресле главы государства. Президент Владимир Зеленский, который декларирует честность и искренность, на поверку оказался обычным коррупционером, выводящим средства в офшоры, обманывая простых граждан. И поэтому именно он должен сесть в тюрьму, ответив по закону за все свои махинации. А лидера оппозиции Виктора Медведчука, в отношении которого прокуратура за много месяцев так и не собрала никаких доказательств, освободить. Могу только представить, насколько мерзко ощущают себя те, кто голосовал за Зеленского. Ведь люди выбрали его президентом, искренне поверив в то, что вот он, честный человек из народа, который не обманет, не предаст и сделает все для развития страны. В итоге всего спустя два года выяснилось, что президент – гнусный обманщик, который рвался ко власти только для того, чтобы вместе со своим окружением еще больше обогатиться на собственных гражданах. Зеленский обещал, что цены на коммунальные услуги не будут расти. В итоге суммы в платежках растут с космической скоростью. Достойные зарплаты и социальные выплаты получают разве что слуги народа и приближенные к банковой, но никак не простые учителя или врачи. Реформы, о которых громко объявляли из всех утюгов, на поверку оказались очередными коррупционными схемами, а пресловутые «великие будивництва» в народе уже давно назвали «великим крадивництвом». Читайте также, «Зрада», «Битум» для распиаренного проекта Зеленского везут на Украину из России, видео, вместо того, чтобы выполнить свое обещание и добиться мира на Донбассе. Команда Зеленского завела переговоры в глухой угол. Вардло, так на Украине называют ЛДНР, прим. РВ продолжают томиться тысячи наших сограждан. Четыре украинки, об освобождении которых договорился Медведчук, могли бы уже почти год быть на свободе, если бы не амбиции Зеленского, из-за которых он отказался на предложенные условия их свободы. Вот они, реальные действия того, кто с таким огнем в глазах обещал нам всем лучшую жизнь. Вместо того, чтобы воевать на политическом поле за интересы собственного народа, Зеленский воюет с оппозицией, беспочвенно обвиняя ее лидера Виктора Медведчука в том, в чем виноват сам. Ведь за много месяцев прокуратура так и не смогла собрать более-менее вменяемых доказательств того, в чем обвиняют оппозиционера. А это значит, что Медведчук не виновен. Он честный политик, который, в отличие от президента и его команды, на самом деле отстаивает интересы простых людей во всех сферах. Медведчук – это 25% на скидка на газ от России и низкие суммы в платежках. Медведчук – это первоочередные поставки качественной вакцины тогда, когда все страны дрались за возможность быстро привить свое население. Медведчук – это полторы тысячи освобожденных украинцев из Ордло. Медведчук – это будущее страны. Медведчук, а не Зеленский. Конечно, понимая всю свою убогость, президент будет делать все, чтобы заставить Медведчука замолчать. Но это у него не получится. Ведь история подтверждает, что самый строгий судья – это народ, полностью разочаровавшийся в своем президенте. Поэтому уже скоро лозунг «Весна придет. Будем сажать» зазвучит вновь. Как приговор Зеленскому. Продолжение следует...